Сегодня 9 мая, 70-е годовщина Великой Победы Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками. О главных событиях дня к этому часу. Парад Победы прошел сегодня в центре Донецка. В Украине предложили сократить площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. В Еврокомиссии заявили, что ни Украина, ни Грузия не получат безвизовый режим с Европейским Союзом. Почти 30 единиц военной техники, включая танки, бронемашины и артиллерию, выехали на центральную улицу города. Бойцы Донецкой Народной Республики строем прошли со знаменами и флагами ДНР парадным маршем. Все действие происходит под аккомпанемент Духовного оркестра Донецкой филармонии, который исполняет мелодии военных лет. Парад открыл министр обороны ДНР Владимир Кононов. Праздничное шествие принимает глава ДНР Александр Захарченко. Подготовка к военному параду в Донецке шла две недели. Было две репетиции шествия. Власти республики приглашали на военный парад представителей АБСЕ, но участвовать в нем они отказались. Как заверили в Министерстве обороны ДНР, представители мониторинговой миссии во время парада будут находиться неподалеку и будут следить за ходом парада и движением техники. Все вооружение, которое участвует в параде, в ДНР пообещали отвезти в места постоянной дислокации сразу после окончания праздничных мероприятий. Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает сократить зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, ограничив ее радиусом в 10 километров с отведением остальных двух третьих зоны под биосферный заповедник. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко. Он добавил, что на некоторых территориях биосферного заповедника будет разрешена хозяйственная деятельность и проживание людей. Соответствующие документы согласованы со всеми госорганами и переданы Министерству юстиции. В дальнейшем они будут переданы для подготовки соответствующего указа президентам. Выступая в Брюсселе, спикер Европейской комиссии Наташа Берто заявила, что комиссия знает о желании Украины и Грузии получить безвисовый статус на саммите. Но это очень амбициозно с точки зрения сроков. Она добавила, что Еврокомиссия готова двигаться дальше в следующем отчете в конце 2015 года при условии достижения прогресса. В отчете Еврокомиссии говорится, что и Украине, и Грузии нужно сделать больше в области борьбы с коррупцией и торговлей людьми. Грузию призвали достичь прогресса в борьбе с оборотом наркотиков, в то время как Украину Брюссель призвал активизировать законы, касающиеся организованной преступности и борьбы с дискриминацией. Семь украинских военнопленных, которые находятся на данный момент в Донецкой Народной Республике, будут переданы Киеву только во время очередного обмена, сообщила аббудсмен ДНР Дарья Морозова. В отношении этих людей будет возбуждено уголовное дело. Проведено расследование. Если они не причастны к преступлениям на территории республики, они вернутся домой, отметила Морозова. Она подчеркнула, что эти пленные, если и будут переданы украинской стороне, то только во время очередного обмена. Жестов доброй воли с нашей стороны больше не будет. Мы в начале апреля уже передали Украине всех военнопленных, которые на тот момент у нас были. Ответных шагов Киева мы не увидели. Теперь только обмен добавила она. Субтитры создавал DimaTorzok